Величие человека обнаруживается в том, как он относится к маленьким людям, к детям, к тем, кто не может защитить себя от нерадивых взрослых. И прежде всего от родителей. Когда самые родные приступают к грань, тогда на защиту становится государство. Это не понаслышке знает родитель-воспитатель дома семейного типа Новысоковская Вера Месейчук. Она воспитывает 10 деток, мальчишек и девчонок, которые волей и судьбы оказались здесь, для которых она стала заботливой мамой. Многие воспитанники уже выросли и покидают родное гнездо. Дом покидать грустно, потому что с 6 лет я уже здесь живу, и покидать вообще не хочется, потому что мама родная, и хочется быть дома под крылом ее. Когда я вырос и поженюсь, семья у меня будет счастливая, детей я поведу в садик, кого-то в школу, кого-то в садик, жена работать будет, я тоже. То есть семья будет, как сказать, семья будет здоровая и при себе. А затем персия? Большая? Да, большая. Детям нужна эмоциональная перезагрузка, детям нужна вот эта радость, которая... Нужны вот эти радостные лица, нужны эти праздники. Нас не забывают, спасибо большое. Вчера нас не забыли и 10 килограмм мороженого детям передали. Это вообще был неожиданный, просто неожиданный был подарок, очень приятный. В доме находятся 10 детей. Я не делю наличных и воспитанников. В доме находятся 10 детей. Лай, естественно, летний период уже распланирован. Часть деток, которые занимаются спортом, сейчас находятся, ну, посещают спортивный лагерь. Кто-то посещает школьный лагерь. Малые дошколята, закончили садик, сейчас дома возле меня. Вот такое у нас лето дома, домашнее. Но чтобы дать старт летним каникулам, уже не первый год члены Ленинской районной организации «Белая Русь» организовывают для ребятишек праздник веселый с играми, воздушными шарами, танцами и песнями. Современные ритмы другими не удивишь, заводят не только детей, но и взрослых. Праздник доброты – так можно назвать эту встречу. А добрые дела люди творят по зову сердца. Каждый ребенок, он достоин все-таки видеть мир, полный волшебства. Быть любимым и защищенным, чувствовать себя любимым и защищенным. Особенно в нашем любимом городе, в любимом городе Бресте. Поэтому дети – это наше будущее. А цель нас, взрослых, это создать максимально условия для того, чтобы дети были защищенными, любимыми и счастливыми. Чем сегодня можно удивить детей? Вопрос сложный. Но в этот раз все получилось. Шоу мыльных пузырей просто не оставило равнодушными ни малышей, ни старших ребят. Их радости не было предела. И несомненный восторг, когда в мыльном пузыре оказался взрослый дядя Андрей Гендель. Пищали все. И вишенка на торте – вручение вкуснейших подарков воспитанникам всех домов семейного типа на Высоковской. Кто-то на время от избытка чувств превратился в шамаханскую царицу. Мне понравился очень праздник, особенно большие мыльные пузыри. И когда мы становились в круг, и когда нам делали такие большие пузыри. Мне понравились больше всего мыльные пузыри, как мы их лопали. А вам-то что больше всего на праздники понравилось? Мне? Да. Счастливые улыбки детей. А мыльные пузыри? Мыльные пузыри были очень страшно. Мне, конечно, понравилось. Все понравилось. Но самое главное – это радость детей. В такие праздничные моменты все грустное забывается, поскольку чувствуется забота других людей. Чувствуется поддержка и приходит осознание того, что в этом мире человек не одинок. Что есть те, кто в трудные периоды может помочь. Мне очень понравилось.